всем доброе утро наш шеф-повар Денис готовит завтрак всем приятного аппетита кто завтракает обедает или ужинает что ты делаешь какие бутерброды простые бутерброды делает шеф-повар с колбаской а ты что тут сидишь ты уже позавтракал фарыч ах ты ж фарыч хулиганистый всем приятного аппетита Ксюша в школу уходит красопета моя хорошего тебе дня спасибо удачи Денис тоже Денис обед забыл дать возьмешь что ну правильно в ботинках по кухне Багдана вчера в школе фотографировали на префект фото у Ксюши в пятницу будет индивидуал фото или класс фото нет индивидуал и у вас тоже должно быть индивидуал а в конце года класс фото все провожаю своих все удачи хорошего дня всем пока всем пока на все проводила своих тоже потихонечку я только собираюсь отвезти Богдана в школу и жду гостей ко мне сегодня должна прийти гостью да Богдан ничего я просто тут с тобой посидеть пока в школу не пойду ясно хорошо все приехала отвезти Богдана в школу приехала отвезти Богдана в школу привезла богдана в школу утро у нас дождливая дождик поэтому но дождя не обещали если честно обещали только вечером как есть и знаете я уже надела зимний свитерок потому что на улице совсем не жарко да да не холодно тебя нет у меня майка а тоже мачку рубашку рубашка теплый теплый свитер теплая куртка поворота открыли всем пока я уже отвезла богдана я уже дома я пришла и жду гостя смотрите на улице у нас совсем не жарко сколько у нас тут 15 градусов 16 вроде знаете не холодно но с тем что пасмурно и моросит дождь очень зябко и хочется спать такую погоду все я продолжаю готовиться в принципе чем не готовится у меня дома чисто порядок и просто жду все чисел сегодня сегодня все не только с богдану на джиу-джитсу что я уже дома забрала богдана со школы сейчас я буду кормить и буду варить макарошки потому что рис у нас закончился да но заканчивается а тефтельки еще есть поэтому нужно доварить макарошек с салатиком морковочка по-корейски очень будет вкусно посидели классно как всегда пообщались не виделись месяц приехала с отпуска мне звонят приветик я вернулась домой меня мама встречает говорит что у меня тут на столе и и газ ничего я не говорю это просто наговоры это наговоры дочкины наговоры да наговоры как день хорошо у меня все хорошо у меня все нормально меня дождь ролик я не знаю о чем мы не знаю о чем мы давай я буду отвечать на вопросе который мне задали что она она за тобой следит за мной конечно никто не сомневается был вопрос от равият шогова да извините если я неправильно называю ваше имя фамилию добрый день у вас такие спокойные послышные дети может поделитесь секретами воспитания даже ксюша у которой трудный возраст кажется просто ангелом может расскажете какие у вас правила или их нет насчет гаджетов играют ли ваши дети компьютерные игры строит ли планы ксюша чем будет заниматься после школы или еще рановато с кем дружит богдан играет ли во дворе или как большинство английских детей понятия не имеет как можно играть во дворе и в основном дома так первое что но они не такие уж и спокойные послушные дети как это может быть показаться у них также есть и хорошие дни и плохие дни все с каждым своим характером тоже бывают у них без настроения тоже дни как и у всех нас нормальных людей да они даже ссорятся с богданом богдан еще тот провокатор конечно ксюша она такая знаете можно сказать не эмоциональная то есть если она что-то переживает по ней не нельзя так сказать вот допустим пройдет какое-то время она придет и будет говорить вот а тогда-то тогда-то напомните то есть богдан он живет в моменте он радуется он либо грустит он огорчается то есть по нему видно какие-то эмоции либо если вы чему-то удивляется да то есть он удивляется этому сейчас они потом ксюша вот может сказать да о прикольно классно все это спине не видно нравится ей не нравится то есть как бы если она говорит ну нормально то есть ну и нормально значит классно вот есть у нас ограничения по гаджетам у нас нельзя играть в компьютерные игры и брать планшеты на рабочих днях только по выходным два часа максимум ты можешь сидеть и дети обменивают эти два часа как у них раньше был один час они сидели в планшете второй час они играли на приставке то есть иногда они обменивают один час и не сидя в планшете а играют допустим на приставке два часа в playstation они могут поиграть что ксюша что богдан независимо вот и и либо ксюша берет на два часа планшета не идет играть пла в приставку потому что они там договариваться с подружкой что они будут играть в такое-то такое-то время тогда ксюша берет вот так что переходной возраст чувствуется богдана он тоже кстати начинается и мы просто этого не выкладываем в видео я считаю что а тем более ксюша как бы тоже стесняется и не хочет так сниматься я считаю что будет неправильно знаете выкладывать строит ли ксюша планы чем будет заниматься ты строишь планы чем ты будешь заниматься да у меня лего есть но кем ты после школы будешь кем кем ты хочешь стать после школы она хотела быть криминалистом да да я но потом у нее эта идея опала да да я хочу что-то игры кодировать она хочет быть программистом да вот ну как программист до программы которые игры создает вот этот кодинг вот это вот все айти с кем дружит богдан погданную как такового близкого друга у богдана нет да то есть он дружит там в школе у него есть друзья и которые со школы ходят на джиу-джитсу джиу-джитсу там уже более он так обзавелся знаете приятелями не друзьями а приятелями да во дворе он не играет так как много нет такого понятия да и здесь детей в округе как таковых нет богдана возрастом когда мы жили в квартире дети гуляли в то время когда так сказать мы жили в квартире и на заднем дворе у нас были гаражи сервисы автосервисы то есть на рабочих днях они особо не могли так выйти погулять но когда были выходные они выходили гуляли с окрестными мальчишками поляками до тех пор пока тени начали забирать наших детей игрушки и короче там все переругались перессорились и все потому что у меня дети первый раз в жизни видели таких ну не дружелюбных детей хотя начиналось все безобидно так что так я надеюсь я ответила на вопрос если у вас есть еще какие-то вопросы вы задавайте воспитаниями поделиться секретами воспитания я так не могу знаете поделиться секретами воспитания потому что каждый родитель чувствует своего ребенка и что хорошо допустим для наших детей не подойдет для другого ребенка и либо что подходит для другого не подойдет для наших детей до разговариваем объясняем какие что что нужно как нужно нет такого определенного мы ориентируемся по обстоятельствам как-то так но в любом случае есть какие-то наверное на может обстоятельства что на наших детей так как сказать реагирует нет влияя до что они у нас такие вы очень нас послушные ангелы пишут подписчики это к богдан тоже такой как-то так и тем более ксюша знаете взрослеет и дети взрослеет они у нас уже не малыши ну у нас тоже были кризисные моменты ксюша тоже падала на пол когда маленькие дети были мы просто выводили с магазина мы тогда магазин просто не шли и когда ребенок понял что он больше магазин не пойдет как бы ну как-то так он понял что истериками он не не добьется ничего бы дамы тогда тоже магазине шли но как-то так не знаю сейчас когда знаете с детьми уже они в таком осознанном возрасте что с ними можно говорить и договариваться то наказываем конечно тоже допустим забираем эти даже два часа гаджетов которые у них есть для для детей это вот я считаю что для ката катастрофа когда они ждут выходные чтобы поиграть а у них этого не будет ну как то так я надеюсь я ответила на ваш вопрос задавайте если у вас еще остались как у вас у вас есть ограничения по играм по по времени гаджетов есть какие-то ограничения в соцсетях у нас есть ограничения по соцсетям ксюши нет они фейсбука не тиктока не инстаграма у меня есть фейсбук тикток инстаграм у богдана телефона тоже нет и в ближайший год даже не предвидится и у ксюши тоже появился телефон только в конце шестого в конце да шестого класса до чтобы она могла обменяться номерами телефоном системе с кем она не хотела потерять контакт а в седьмом классе когда она начала уже домой ходить самостоятельно чтобы она могла звонить нам что она пришла в школу и либо что она уже идет со школы как-то как-то так а богдану телефон вовсе не нужен потому что мы его отводим и забираем вот так привет привет что такое кто то есть это ксюша носить мы же тоже вернулись джиу-джитсу богдан хорошо позанимался народу было куча на улице начался у нас дождь погода испортилась дождь обещали только ближе ну к дальнему вечеру позднему вечеру я уже кормлю богдана по второму разу раскладываю посудомоечную машину он осталось только столовую прибору разобрать и все и все и у меня чистота и порядок так что так и на этой вечерней ноте я буду с вами уже прощаться говорить всем пока пока и увидимся с вами в другом влоге